Воскресенье Иисуса Христа Воскресенье Иисуса Христа Воскресенье Иисуса Христа Показательство Христа, Диане 17, Два, Три. Говорится, Павел по своему обыкновению вошел к ним и Три субботы говорил им, и что он еще открывает и доказывает им, что Христос, что Христос надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, что сей Христос есть Иисус, Который я проповедую вам. То есть что было сказано, что Иисус уже до Его рождения, даже до этого сотворения Ему уже было написано было, что Он должен прийти за нас пострадать и воскреснуть из мертвых. Диане 17, глава 30 и 31 стих говорится, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную, и посредством предопрещения им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». То есть что здесь сказано, что Иисус, Он придет и будет судить всю вселенную по всем поступкам. И поэтому что говорится? «Покайтесь, говорят, в своих грехах и придите к Богу». «Второе. Да и есть Господь». Иоанна 17, глава 11-12 стихи. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, и я сохранил, и никто из них не погиб. Кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Что здесь говорится? Говорится об Иисусе Христе, который, даже когда Он был здесь в мире, Он сохранял каждого из нас. И теперь, когда Он воскрес, Он говорит, «Очень святый, чтобы Ты сохрани тех людей, которых Ты мне доверил, чтобы они, я говорю, не они будут погибать, а я умер за них, по Писанию Твоему». И Евгений 14, 8, 9. «А живем ли для Господа? Живем. Умираем ли для Господа? Умираем. И потому что живем или умираем, все Господа, всегда для Господа. Ибо Христос для того и умер, и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми». То есть, что здесь говорится? Каждый наш шаг мы делаем для Господа. Каждое наше существование. Это есть богослужение Богу. И что Бог послал Иисуса Христа, и Он умер за нас, потому что владычеств над живыми и мертвыми. То есть, это мы и духовный мир. Филиппица 2, 9, 11. Говорится, «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя, выше всякого имени. Тому пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесное и земных, и бредных, и преисподних. И всякий язык человеческий исповедовал, что Господь Иисус Христос – слава Господне, Бога Отца». То есть, что каждый человек, который уходит по земле, он должен исповедоваться именем Иисуса Христа. И чтобы всякий, кто верит в Него, каждый из них преклонит свое колено, потому что кто? Он есть Сын, который послал Бог, и Он умер за нас. В Матфея 28, 18, говорится, «И приблизившись, Иисус сказал, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». То есть, что? Тот человек, который этим миром обладает, хоть и даже президент, но у него нет такой власти, которая есть у Бога. Нет этого, или даже президент не может это предотвратить. И эта власть есть только у Христа. Он может обладать и на небе, и на земле. Аминь. Гимрина 11, 36, говорится, «Ибо все из Него, им и к Нему. С Ему слава вовеки. Аминь». То есть, что Бог все послал Сам, и все то, что послано Богом, все обратно к Нему идет. И Диане 10, 36. Он послал Сына Израилевым слово благовествования, мир через Иисуса Христа, сей есть Господь. То есть, слово благовествования, это есть Иисус Христос. Слово – это наша жизнь, это наш путь, который Бог нам дал. Иисус Христос – это вот все. И поэтому это через Которого приходит мир, покой. Второе – принятие. Смена суверенитета. Царство сатаны. Смена суверенитета. Да, сатаны. Ваши науки. Принять. А, приедет. Да. Лука 17, 21. И не скажут «Вот, Он здесь» или «Вот, Он там». Ибо «Вот, Царство Божие внутри вас». То есть, когда мы приняли Иисуса Христа, мы приняли все Царство Божие. И это есть мой храм. И смена суверенитета – это то, раньше, какой я была и какая я сейчас. Пусть даже я приняла, когда мне было 4 года, но что, я не знала Иисуса Христа так глубоко, я Его даже не познавала. И когда я только познала Его, я глубоко утвердилась во Христе, это только год назад. А вот сколько мне уже, мне уже 20 лет и 4 годика, уже получается, я 16 лет в вере. Хоть за эти 16, только всего лишь год я Его хорошо узнала. А 15 лет я просто жила, даже не зная Его, и просто даже молилась за как-то так-так, но исполняла похоти, прихоти сатаны. И у меня для меня не было наставника, который будет меня направлять, через который Бог. И Бог мне дал все испытания, чтобы я прошла это. И Бог сейчас, с этих моментов, даже год, который я переживала, Бог меня послал наставников, через которых действительно я утвердилась во Христе. Аминь. Я сатана. Сатана. Я. Кто такой? Это грешный человек. Кто такой грешный человек? Грешный человек, это тот, который над ним владеет сатана, над его сердцем, над его мыслями. И он исполняет прихоти, похоти сатаны. Матфея 4.17 говорится, покайтесь. А Марка 1.15 говорится о вере. Что говорится? И приближайте, приближайте Царство Божие, покайтесь и веруйте в Него, говорится. Покаяние, мы думаем, что мы должны постоянно говорить о своих михах и еще что-то. Нет. Покаяние, когда мы приняли Иисуса Христа, в этот момент у нас происходит исцеление. То, что было раньше, это для тебя уже не проблема, потому что Бог, Иисус Христос на кресте все совершил. И твой первородный грех, вот эти, те грехи, которые ты совершаешь, и то, что тебя в будущем ждало, это есть смерть, суд и ад. Поэтому что мы должны делать? Верить в Иисуса Христа, что Он умер за меня, за мои грехи, роняя свою кровь. Правильно. Вот это, нет. Это Марка. Марка. Иисус Христос. Иисус Христос. Чадо Божие. Божие. Кто такой Чадо Божие? Чадо Божие, это когда принял Иисуса Христа и пребывает Евангелие. И наполняется Духом Святым. Но все же у каждого Чадо Божие выходит свой... Мы же... Я же не идеальный человек, каждый из нас не идеальный. Поэтому что выходит? Мое Я. Поэтому... Поэтому вот здесь, вот именно в этом месте написано, вот, Мое Я выходит. Значит, мой Хозяин Господень еще не полностью стал моим Хозяином Господин Иисус Христос. Что Чадо Божий Бог дал? Иоанна 1.12. Он сказал, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Мое, там вас печатали Божиим. А Откровение 3.20. Говорится о том, что... Сею стою в двери и стучу. Те, кто отворит, то я войду к нему и буду вечерять с ним и он со мной. То есть мы должны впустить его. Да. В римлянам 10.9.10. Что говорится? Говорится о том, если будешь устами исповедовать, а сердцем верует, то веруешь в праведность. Потому что сердцем верует праведно, а устами исповедует ко спасению. Иоанна 2.1.11. Говорится, о чем здесь говорится, об Иисусе Христе, о первом чуде, да, которое Он совершил. Это было на свадьбе, да. И что? Ну, Игру Жена говорит, что закончилось звено, да. И что? Но Иисус Христос ответил, еще не время. И когда, то есть, когда еще не время, это означает, что еще я не сделала своим хозяином, господином Иисуса Христа. А когда пришло время, Он сказал своим ученикам, да, то есть Мария, мать Его сказала, слушайте Его, что каждый, что Он скажет, то и делайте. И что? Когда Его все сделали хозяином, господином, тогда только что сосуды, наполненные водой, превратились в вино. И тогда что сказал гости, сказали хозяину, да. Они сказали то, что вот все подают хорошее вино в начале, а плохое в конце. А ты наоборот сделал, плохое дал в начале, а хорошее в конце. И что это обозначает? То, что чудо, которое совершило, да, это чудо, если я сделаю хозяином, господином Иисуса Христа, то у меня будет каждый день происходить это чудо. Аминь. Аминь. Так. Иоанна 2, 11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане и Галилейской. То есть, это было первое Его чудо. Первое Петра. Пять, семь, восемь. Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Но трезвитесь в бодрости, ибо рыкающий лев ищет кого полосив. Кто такой рыкающий лев? Это есть Сатана. Мы все заботы, которые заботятся, находим и возложим на его руки. Но мы что должны делать? Мы должны молиться им, сокрушать Сатану. Это есть бодрости, трезвиться. Каждый шаг нас оберегает Бог. Сатана что? Не хочет, чтобы другие познали Иисуса Христа. Поэтому что? Делает распри разногласия. Каждому не значит на наши раны, на наши обиды. Он именно в семьях начинает конфликтные ситуации делать. Поэтому Бог говорит, бодрости, трезвитесь, чтобы мы молились и сокрушали Сатану. Филипица 4, 6, 8, 7. Говорится, не забудьте ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который, принижив всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Бог говорит, чтобы каждую проблему, которая в тебе есть, я отдала Богу. И чтобы я не заботилась ни о чем. Потому что каждый из нас заботится, во что пить, во что одеться, обувь какая. Я туда должна пойти, у меня нет ничего. Это есть сейчас эпохальная, наверное, проблема. Но Бог говорит, возложите все проблемы. То есть я должна что делать? Делая Божью работу, Бог будет делать мою работу. И не заботясь ни о чем, говорит, и всегда в молитве. То есть я буду молиться, иду на место действия, когда я буду проповедовать, то, что я в чем буду нуждаться, Бог будет делать мои дела. А я и Бог буду делать дела. Поэтому, если что-то мне нужно, я должна просто в молитве это искать. Не искать своими усилиями, усердиями, но в молитве. Бог говорит, открывайте свое желание перед Богом. Галатам 2.20 Первая Коринфина 3.15 Говорится, что я должна каждый день свидетельствовать о нем. И кто такой этот человек? Это и есть ученик. А кто такой ученик? Это ученик, когда действительно у него умерло мое Я. Когда живет, он получает постоянно руководство от Духа Святого. Когда он постоянно пребывает в слове, молитве, проповедовании. Это и есть ученик Божий. Матфея 4.19 Говорится и говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеком. Это он сказал Петру. Петр был рыбаком, да? Он ловил рыбы. Когда что, он стал учеником, он сказал Бог, Иисус Христос сказал ему, иди за мной, я сделаю вас ловцами человеком. Что значит ловцами человека? Он будет идти и проповедовать Евангелие по всему миру. И он будет спасать души. Аминь. Лука 9.23 9.23 Говорится, что Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Что значит отвергнись себя? Это значит то, что было сзади меня, то, что было мне дорого. Какие, вот, к примеру я приведу, да, Ратка Чавсанин. Для нее было, когда она здесь получала воспитание, для нее было дорого, да? Что там будет с моим магазином? Что будет мои дети кушать? Это было что? Для нее было переживание, беспокойство, то, что там деньги, финансы, богатство, золото. Бог говорит, чтобы это все, откликнись от этого, и что приди к вам и проповедуй, бери свой крест. Крест это есть путь спасения. Аминь. Чтобы я шла и передавала Слово Божие. А это все, что было сзади, я от этого освободилась, отказалась от этого всего. Аминь. Также в Галатам 2.20 говорится, не я живу, но живет во мне Христос. Остальное не живу во плоти, веру в Иисуса Христа, придавшего себя за меня. Аминь. 1 Коринфянам 3.15 И то, что в тот момент, когда я приняла Иисуса Христа и сделала своим хозяином Господин, то, что было раньше со мною, с моими проблемами, которые я хватала за весь этот мир, для меня тоже было важно, что я буду одевать, что я буду кушать, что обо мне подумают люди. Но для меня не было вопроса, что обо мне подумает Бог. Поэтому Бог мне говорил, чтобы я умирала через Соню, чем-то самим, через каждого. И что я должна свидетельствовать об этом? Каждый день умирая и свидетельствовать об этом. Аминь. Я религиозный человек. Кто такой религиозный человек? Это тот человек, который хозяин Господин, я, аминь Христос. И когда он приходит в церковь, он приходит для галлы. Хоть приходя в церковь, он не слушает слова, он отвлекается на что-то другое. Например, сейчас есть телефон. В телефонах лазит, слушая слово, и Божье слово не слушает. То есть он просто пришел, все его увидели, и все ушел. Потом пришел, некоторое время приходит, и вообще нету, потом обратно приходит. Это есть религиозный человек. Пусть он принял Иисуса Христа, он не проповедует об Иисусе Христе. Он делает то, что он хочет, потому что он хозяин Господин его сердца. Первородный, ой, первый плод. Спасение. Царство Божие. Уже. И еще надо. Первое положение. Второе коринфянам, 12 глава. Первое коринфянам, 12 глава, 12 глава. Первое коринфянам, 12 глава. 3,16. Говорится, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? То есть, когда мы приняли Иисуса Христа, церковь не сделал он весь этот дом, или какое-то здание. Церковь он сделал меня, а я храм Божий. Когда каждый из нас должен, что, перед тем, как что-то сказать, или что-то сделать, мы должны помнить о том, что мы храм Божий. Потому что, говоря другому человеку, его проклиная, не говоря, мы говорим, оскоряем храм Божий свой. Поэтому мы должны каждого из человека благословлять. Пусть конфликтные ситуации возникают. В этот момент ты просто должна победить сатану и сказать, я благословляю тебя. Аминь. Второе. Яна, 14,17. Я умоляю отца и даст вам другого утешителя, и он прибудет воверь. Духа истины. Духа истины, которого мир не может знать его и не может принять его. А вы знаете его. То есть, говорится о чем, что мир, который этот есть, он не знает его, потому что он не видит его. Каждому из них нужно потрогать, пощупать, чтобы действительно поверить в это. А Бог говорит, блаженны те, которые не видят, мы не верим. То есть, каждый из нас по благодати Божией получили спасение. И мы верили в того невидимого, который разрушил все наши дела, дела дьявола, и наши все грехи разрушил на кресте. Аминь. И третье. Диане, 1,8. Но вы примите силу, когда сойдет Дух Святой, и будете мне свидетельствовать Иерусалиму, Иудею, и даже Самарею. Даже на край земли. И что здесь говорится? Тогда, когда я наполнюсь Духом Святым, я буду, я, когда буду проповедовать, тогда я буду свидетельствовать о том, что было в моей жизни, когда я приняла Иисуса Христа с этого момента, что происходит. Это есть мое свидетельство, это есть мое проповедование. И второе. Власть. Власть. Иоанна, 1,12. Тем, которые приняли Его, верующим во имя, мы дал власть под чадами Божьими. То есть мы не должны путать власть того чада Божьего и власть над Сатаной. Чадо Божье, это когда мы приняли Его, мы стали детьми Божьими. А власть над Сатаной Бог нам дал, чтобы мы именем Иисуса Христа сокрушали, потому что Он на кресте все совершил. Аминь. Победил Сатана. Лука, 10,9. Это не значит, что, не представляете это в реальности, прям дословно, не думайте, что мы должны наступать на змей и на скопион. Это говорится о духовной реальности. Духовная реальность, она какая? Мы как через Сатана действуем, через наших семей. И в нем, когда, то есть, это есть, мы должны сокрушать именем Иисуса Христа в нем, сидящую Сатану, через которого действует Сатана. Это есть сокрушать и наступать на змей и на скопионов. Второе. Евреям 1,14 говорится. Не все ли они суть служебной духи, послаем и на служение. Откуда откроем, мы должны наследовать спасение. То есть, когда мы идем куда-то, мы должны помощь ангелов, просить у Бога, сокрушать Сатану. И нам на помощь Бог пошлет ни одного ангела, ни двух ангелов, а пошлет целый легион, который будет оберегательно сохранять от всех корыстей Сатаны. И 3, Филиппицын 3,20 говорится. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Это есть мое небесное гражданство, которое Бог мне дал. Я не имею, то есть, когда я умру, даже этот мир, весь этот мир пусть разрушится, но хоть мое тело будет обратно в прах возвратиться, а мое дух будет вечно с Богом на небесном престоле. 4 Матфея 28,18,20 говорится. И приблизившись, Иисус сказал, да на мне всякая лазь на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учаясь соблюдая все, что я повелил вам. И сей я с вами до скончания века. Что значит, учая их креститься и во имя Отца и Сына Святого Духа? Все русские понимают, что надо крестить, это делать. А мы должны, русские православные, мы должны что делать? Это и есть слово, молитва и проповедование. Мы должны научить их, кто такой Христос и за что Он пришел, кто такой Дух Святой. Вот это мы должны научить. То есть мы должны Духом Святым наполняться, а не креститься. Они все вот это по-другому понимают. И вера в воскресенье. Иоанна 20, 28, 29. Здесь говорится о том, Фома сказал Ему в ответ, Господь Бог мой. Иисус говорит Ему, ты поверил, потому что увидел. Но блажены те, которые не видят, уверовали, не видят. То есть когда Фома, это ученик был Иисуса Христа. Когда Иисус умер, и Он на третий день воскрес, Он не поверил, что Он воскрес, потому что Он не увидел Его. Когда Иисус Ему перед Ним явился, взял Его в зарплату, говорит, Фома, вот тогда. Тогда говорит Бог, что блажены те, которые не увидят. То есть каждый из нас блажен, потому что мы уверовали в невидимого Иисуса Христа. И Матфея 28, 18 стих и 20 стих говорится. И приблизивший Иисус сказал мне, ты на вся всякая власть на небе и на земле. То есть что? Все это принадлежит Богу. Каждое Его создание, каждое Его творение принадлежит Богу. Бог говорит, учай и соблюдай все, что Я повелел Вам. Все Я с Вами до скончания века. Бог нам обещал быть. Он исполняет Своё Слово, потому что Слово Божие живо и действенно. Каждое Его Слово, оно неисправимым, не остается, потому что что? Когда я молюсь, мои молитвы без ответа не остались. Каждое Слово, которое Бог обещал исполнить, Он исполняет каждый день. И Он говорит, что Он обещает нам быть до скончания века. И каждый из нас, приняв Его, будет до скончания века. Иисус Христос вместе с Ним. Аминь. И первое. Не я. Не я. Галатам 2.20. Говорится, не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в охоте веры в Иисуса Христа, предавшего себя за меня. То есть это есть, когда я, мое Я умерло, когда я уверовала в Христа. И 1 Коринфянам 3.15 говорится, что я свидетельствовала, каждый день умирая и свидетельствовала о Иисусе Христе. И второе. Не моя набористость. Я на 14, 16, 17, 26 и 16, 23. Я умоляю Отца и даст вам другого утешителя и прибудет с вами в обеде Духа Истины, который мир не знает его, потому что не видит его, а вы знаете его, потому что вы уверовали и вы невидимы, он говорит. А 2, 6 стих говорит, утешите же Дух Святой, которого поселит Отец во имя Мое и научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. А в 16 главе и 13 стих, когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорит будет, но будет говорить то, что услышит, и будущее возместит вам. Это есть, что говорит? Это каждый из нас, Бог послал каждого из нас проповедовать, говорить о Христе. И здесь говорится, что Он пошлет Духа Истины. Это был Иисус Христос, которого Бог послал. И Он проповедовал каждому ученику. И когда Он вознешься на небо, те, кто остался, это Его были ученики. И до сей день каждый из нас являемся учениками. И мы проповедуем то, что услышали, во что, что верим. И третий, немой цвет. Непрестанно памятуя ваше дело и труд любви, терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим. То есть, что говорит? Каждое наше дело не останется бесчетным. Каждое то, что мы делаем, это делаем мы ради Бога. Делаем для Бога. То есть, мы Его исполняем, Его, то, что Он хочет. А Он делает наши дела. И четвертое, немоя сила. Это Филиппица 4, 13. Филиппица 4, 13 говорит, что все могу во популящем Иисусе Христе. Аминь. Куда бы мы ни пошли, какие бы трудности перед нами ни пристали, мы всегда должны помнить. И всегда должны каждый день вспоминать о Боге, каждую минуту, что Он в нас. И куда бы мы ни пошли, мы должны говорить. Все могу во популящем Иисусе Христе. Аминь. 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 Аминь.